Привет, меня зовут Антон Муравьев, вы на канале Яхты на Колесах, а мы в Словении на дилерской конференции Адриа Мобиль. Все новинки 2021 года линейка представлены здесь, все, что нас ждет дальше от Адрии. И сегодня у нас в обзоре замечательный прицеп Адриа Дора 522 с планировкой UP. Технические моменты. Длина прицепа, конкретно этого, 5 метров, ну и 20 сантиметров, ширина 2,10. В конкретно этой планировке 4 спальных места, но в принципе, за что мы любим Адору? За то, что есть комплектация, есть планировки до 7 спальных мест. Они могут быть, у нас одноосные в данном случае, ну а есть двухосные. И что самое главное, в этом случае вы можете заказать жидкостное отопление Альда, и это будет вот полноценно такая зимняя история для России. В принципе, это, наверное, одна из самых популярных таких версий в России. Поэтому внимательно смотрите за всеми общими нюансами. Мы будем смотреть как на эту планировку, так и на какие-то в целом вещи, которые здесь есть. Поэтому не обращайтесь сильно, вот не заостряйте внимание на там количество спальных мест здесь. Есть варианты, смотрите внимательнее наши обзоры, смотрите сайт. Конкретно здесь у нас вес 1700 килограмм. Пошли внутрь, сразу смотреть что, как, где и будем разбираться. Дверь. Мне очень понравилась, как реализована ручечка, вот, ну, чисто по дизайну. Вниз мы нажимаем, соответственно, просто открыть защёлку, вверх мы запираем. Просто мусорное ведро, конечно же, присутствует на двери. Ну, также москитные сетки, шторки. Это, в принципе, стандартная история, присутствует всегда. Но здесь, конечно, это тоже есть. Всё очень так уверенно, хорошо держится. Мне нравится. Идём дальше внутрь. Столовая группа. Она же трансформируется у нас в спальные места. Всё как обычно. Столик опускается, поднимается. Здесь места, я прям не знаю даже сколько. Давайте попробуем вместе считать. Раз, два человека. Вот, три, четыре. Ну, шесть, семь. То есть, как я уже сказал, здесь бывают планировки с семью спальными местами. Но даже вот в этой планировке на четыре спальных места, пожалуйста, уже семь человек спокойно сидит в столовой. То есть, такой гостеприимный прицепчик. Дальше у нас также вот эти трекинговые светильнички, которые появились в этом году во всех в целом, в основном во всей линейке Адрия. То есть, мы можем отсоединить светильничек и переместить его туда, где нам это необходимо. Здесь USB-розетки установлены стационарные, но также на трек есть варианты USB-розеток. Что я заметил в этом прицепе? Появилась классная история. Вот такие вот полочки, ящички, надеюсь, есть еще что-то, будем уточнять у производителя. Ставится это все на вот такие рейлинги. Рейлинги по кругу у нас много где появились, то есть, мы сюда фиксируем, там будут лоточки, конкретно сюда. Нет, вот это сюда не влазит, но, тем не менее, вот с этой стороны, например, у нас больше рейлинг, и она сюда встает. То есть, вы можете формировать пространство, как вам удобно вот конкретно в данной ситуации. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я зашел, это то, что вот конкретно эта планировка, ну, очень просторная. То есть, я вот здесь стою, и тут просто передо мной вот места, как можете видеть, прям очень много. Соответственно, на кухне тоже у нас как бы легко здесь повернуться-развернуться. Кухня сделана напротив входа, дометик газовая, две комфорки большие, одна поменьше, электроподжиг. И вот, собственно говоря, рейлинги, о которых я говорил в столовой группе, вот они здесь присутствуют по всей длине. Соответственно, я думаю, сюда можно доустанавливать много всяких элементов. Ну, в данном случае у нас здесь вот стоит такая корзиночка. Ту полочку, которую мы видели там, можем сюда же закрепить универсально. Вот эта L-образная мойка вместе с плитой во всех практически прицепах в этом году стоит. Сюда кладется доска, которая разделочная, которая увеличивает рабочую поверхность. Сейчас мы попробуем найти и сразу посмотрим заодно ящики. А вот они, смотрите, полочки, ящички, которые крепятся на рейлинг, которые мы вот так вот можем раз вставлять. Ящики, соответственно, один, столовые приборы кладем сюда. Второй, достаточно большой, нижний, ух ты, на застежечках у нас вот так вот крепится, чтобы не шарахать так, как это делаю я. И, собственно говоря, вот здесь у нас внизу такое большое место для хранения. Дальше ящик еще один. Колпаки здесь у нас запасные спрятаны на кухне. Тут вся документация. Где доску спрятали здесь, я не знаю. Во, красота! Вот такой выдвижной узкий ящик для всяких моющих средств. Ну, тут уже вы сами находите себе применение этому ящику, но мне всегда нравились такие в домах. Над рабочей поверхностью два вот таких вот шкафчика. Такие вот плавные петли. Очень это все аккуратно опускается, поднимается. Небольшой ограничитель. Внутри лежит вот такая вставка, которая закрывает у нас при необходимости стекло на газовой плите. Двигаемся дальше. Холодильник. Холодильник Тетфорд. Стандартного размера. Большой. С морозильной камерой внутри. Наверху над холодильником небольшая полочка, закрывающаяся дверкой push-open. Все это в единым черном глянцевом дизайне решено. Ну и внизу, внизу, конечно же, у нас тоже вот такое место для хранения под холодильником. С противоположной стороны у нас вот тут огромный шкаф при входе. И здесь же находится блок с автоматами, подключающими электрику. Также вот такая полочка. Откидывается она и фиксируется на вот такой тканевой ленте. Дальше, ниже, печка трума. Газовая. Но, как я уже сказал, есть возможность установки жидкостного отопления Aldo, то есть опционально, в эту модель. И, соответственно, вы получаете жидкостное отопление, что гораздо эффективнее. И это полноценно такой вот зимний вариант для России. И, соответственно, у вас будет уже это все работать электричество. Не надо никакой газ. И об этом вообще заморачиваться. Дальше здесь у нас гардероб. Вот здесь, конечно же, у нас палка, чтобы вешать. Такой широкий, не очень высокий. Наверное, мог бы быть повыше. Но, опять же, это уже зависит от нюанса планировки. Здесь вот сделан акцент на вот эту ширину. Слева от гардероба при входе у нас вот такой вот столик и, собственно говоря, крепление для телевизора, которое разворачивается и в сторону спальни, и в сторону, соответственно, столовой группы. Конечно же, есть розетка 220, розетка для, собственно говоря, телевизора. Здесь все у нас выключатели, USB-розетки и один пустой слот. Выше еще, ну, такой небольшой шкафчик. Над дверью у нас разместился пульт. Но хочу напомнить про систему, которая в этом году внедрила Адрия. Адрия Матч – это мобильное приложение, которое ставится на ваш смартфон. В дом ставятся сим-карты. Здесь, к сожалению, дома сейчас не подключены к интернету. Но вот вы можете видеть такую демо-версию. То есть полностью система жизнеобеспечения домом. Вы можете все включить, выключить свет, видеть, сколько у вас осталось заряда воды. И, соответственно, даже если вдруг вы забыли и не помните, что на панели, находитесь не рядом, вы можете как-то это сразу понимать. Мне кажется, это очень классно. То есть, что вот Адрия тоже полностью интегрировала. До этого у нас была трума, которая управлялась дистанционно. Сейчас у нас полноценно все жизнеобеспечение. Замечательно. Дальше у нас идет спальня. Спальня отгораживается очень приятной шторкой. Вот что мне здесь понравилось – это вот то, что шторка сделана из такой рогожки. Часто в Адрии есть такие какие-то цветочки, цветастая такая вот история. Ну, это, опять же, вкусовой момент. Но мне вот очень понравилось, что здесь такая шторка из очень приятной рогожки, которая как бы на магнитке у нас сюда фиксируется, закрывает спальню. Спальня, конечно же, имеет внизу место для хранения с доступом снаружи в это отделение сбоку. Мы дальше обязательно это покажем. Вот. Обыкновенная, в принципе, двухспальная кровать. Весьма широкая. По освещению мы имеем светодиодную подсветку по краям. И в изголовье, опять же, трекинговые вот эти светильники – трекинговую историю. Здесь сейчас установлены просто светильники, но можно поставить USB, если они вам нужны. Причем вы можете купить один-два там USB, переставлять их куда вам нужнее в конкретной ситуации. По кругу шкафчики. В принципе, ну, плавные доводчики вверх-вниз присутствуют. Мне очень нравятся фасады, которые здесь реализованы. И, опять же, по краям рейлинги везде сделаны, вот прямо по периметру, обратите внимание. Соответственно, все эти наши полочки мы ставим, скажем, ставим USB в трекинг. И ниже на рейлинг ставим полочку. И вот у нас телефон лежит, заряжается не на подушке, не где-то там на проводе висит, а лежит на этой полочке, если вам это необходимо. Все так же в спальне у нас два вот таких шкафчика. Ну, как бы удобно, два человека, если здесь живут. Вот у каждого персональный шкафчик. Сделаны они под углом, один меньше, другой больше, чтобы был доступ в ванную комнату. И зеркало с очень классной подсветкой. Свет рассеивается от белого. Прямо очень по-домашнему уютно это выглядит. Идем в туалет и душевую. Туалет и душевая здесь совмещенные прямо в одно помещение. Надо признать, в этой планировке они весьма компактные, но если мы используем в этот момент, ну, вот как душ, места предостаточно. Ну, такая стандартная душевая кабина. Ну, как бы если туалет, в принципе, тоже. Только что это вот раздельное использование. Но плюс, в принципе, что не надо ничего трансформировать. Оно здесь уместилось, сохранив большой объем всего остального жилого пространства. Душ. Дальше впереди у нас... А, конечно же, раковина. Раковина вот таким образом у нас открывается вниз. И вот все у нас над туалетом получается раковина, которая превращается вот так вот в зеркало, когда мы ее поднимаем. И выше также с зеркалом реализованы шкафчики большой и маленький. Розеток я здесь не обнаружил. Конкретно вот в этой планировке не вижу ванной розеток. Ну, не знаю. Дальше здесь у нас справа вот сушить полотенце какой-то, рейлинг, туалетная бумага. Все это здесь располагается аккуратненько и беленько. Вообще, в целом, мне очень радует вот эта концепция округлых форм, которая здесь присутствует. Как-то это все так вот мягенько сразу. В общем, этот туалет, хоть несмотря на свои компактные размеры, позволил остальному жилому пространству, чтобы обеспечить много места. Но каких-то неудобств вы здесь, скорее всего, испытывать не будете. Потому что вот я поворачиваюсь, мне места в целом здесь достаточно. Плавно двигаемся к выходу. И на выходе у нас, собственно говоря, вот такая дверка. За этой дверкой спрятан доступ в большое такое багажное отделение под сидячими местами. Конечно же, есть доступ сверху. То есть, если вам, конечно, нужно загрузить что-то, много вещей сюда, вы можете поднять все эти подушки и получить туда доступ. Но если у вас, скажем, собрана кровать, и вам нужно просто что-то чуть-чуть положить, чуть-чуть поставить обувь, вы можете открыть вот эту дверь и получить доступ с этой стороны. Идем смотреть уличное багажное отделение. Здесь первое, что мне сразу бросилось, это вот эта такая новая ручечка-замок. Я часто, честно говоря, туплю со всеми закрываниями багажников. Здесь она очень удобная, легко поворачивается. И что у нас, собственно говоря, вот такое багажное отделение. Оно полностью вентилируемое. Здесь ставятся два баллона. Они отдельно ничем не закрыты, но зато у нас еще здесь умещается запаска. То есть, скорее, здесь такое внешнее техническое багажное отделение, а все чистое, какие-то вещи вы кладете под сиденье, где мы только что смотрели. Двигаемся дальше. Рама у нас алка. Все прицепное устройство тоже алка. Стояночный тормоз, система пассивного торможения. Все это присутствует. Надежное, крепкое и очень приятное на ощупь. Все вот эти прорезиненные ручечки. Просто кайф. По левому борту у нас сначала заливная горловина чистой воды. Ну и дальше самое главное. Третье багажное, так сказать, отделение, куда мы можем сложить наши вещи. Вот так оно выглядит и располагается под основной кроватью в задней части. Ну, здесь, в принципе, по объему тоже много. То есть, вот те, которые в столовой группе под сиденьями. И это багажное отделение образует, ну, реально очень много места для транспортировки чего-то. А то спереди, ну, такое вот техническое. Там, поскольку запаска, колесо, вся вот эта история. Кровать, разумеется, поднимается. И вы также получаете из салона, из жилого отсека доступ к багажу. Обновленный дизайн задней части. То есть, в принципе, с 2021 года вся линейка Адрия будет выглядеть, ну, большинство, по крайней мере. Матрикс уже так выглядит. Вот это задняя часть. То есть, это и дома, и прицепы. Фонари вот так развернули горизонтально. Они светодиодные, вытянутые. Но это, в принципе, какая-то тенденция сейчас такая намечается. То есть, там, мне чем-то напоминает Панамеру. Там, у Вольво появились вот эти вот спереди узкие фары. То есть, это как бы сейчас такая модная тенденция. Адрия не отстает. И сделали вот эти фонари. Пишите в комментариях, нравится вам это или нет. Какие еще возникают ассоциации. Также заявляли нам менеджер, что вот ручки интегрировали вот так в корпус. То есть, это более хорошая аэродинамика. Они как бы спрятаны в единый, но то они такие массивные, металлические, цельные. То есть, не какие-то пластиковые прикрученные, как иногда бывает. А это как бы кусок каркаса, который вот выходит сюда и спрятан вот такими пластиковыми аэродинамическими накладками. Итог. Адора один из наших самых любимых прицепов. Точнее, любимых ваших прицепов. Самый часто покупаемый в России. Почему? Потому что, повторяю, набор зимних опций. То есть, есть возможность жидкостного отопления, альда. И есть возможность до 7 мест заказать планировку. Это все очень важно. То есть, это в принципе прицеп выше классом, чем АВИВА. Но при этом, все еще достаточно экономичное сочетание цена-качество. Оптимальный прицеп для России. Заходите на сайт, смотрите выбор планировок. Мы будем также показывать еще и другие планировки. Вообще, в принципе, мы находимся на дилерской конференции Адрия Мобиль в Словении. Продолжаем выкладывать новые обзоры, все новинки. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Или мы будем отвечать на них прямо в комментариях. Или снимать новые ролики. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»